Приветствую вас, друзья! С вами на связи Владислав Гилко. Сейчас я вам расскажу об одном очень важном изменении, которое произошло с терминалом MetaTrader 4 в 2014 году в феврале. Итак, в феврале данный терминал очень сильно изменился, значит, он начал автоматически обновляться. Если у вас установлен уже был терминал, то он автоматически должен был у вас обновиться. Сейчас у меня терминал обновился до версии. Значит, я открываю справка и пункт меню о программе. Здесь у меня сейчас уже версия 601. Значит, Build – это версия обновления терминала 604. 7 февраля он именно у меня обновился. Итак, что у нас произошло, когда данный терминал у нас обновился, и что именно визуально мы можем увидеть в данном терминале? Первое – это именно в самом окошке терминала. Мы можем увидеть такие дополнительные вкладочки, как библиотека, сигналы, маркет и так далее. И второе, что мы можем увидеть – это файл. То есть сейчас я говорю именно о тех изменениях, важных изменениях, которые нужны для установки советников и индикаторов. Мы открываем файл. «Открыть каталог данных». И когда мы это делаем, то у нас открывается папка, куда у нас установлен наш торговый терминал. Теперь давайте посмотрим, что у нас изменилось внутри данной папки. То есть это просто папка, куда мы установили торговый терминал. Это уже обновленная версия торгового терминала. И сейчас мы видим здесь такую новую папочку, которая называется «MQL4». Эта папка является самой важной для работы индикаторов и также советников, ну и также дополнительные библиотеки, которые помогают вам в торговле. Итак, в папке «MQL4» у нас уже теперь находится… Именно в папке «MQL4» у нас находится папка «Experts», затем папка «Indicators», вот она, «Include» и так далее, «Libraries», то есть все, что нам нужно для торговли, для установки индикаторов, для установки наших экспертов. Теперь все находится в папке «MQL4». Давайте сейчас сравним наши папки от старого терминала. То есть сейчас вот я, видите, открываю наш терминал «Metatrader 4», захожу в справку о программе и вижу, что у меня «Build 509». То есть это старая версия, но сейчас, как я уже сказал, терминалы будут у вас автоматически обновляться, когда вы будете перезагружать торговый терминал, то он будет у вас спрашивать об обновлении, то есть будет обновляться, автоматически проверять, какая у вас версия терминала и будет проситься обновиться, то есть до новой версии. Итак, это у меня старый терминал. Здесь, вы видите, не видим никакого маркета, никаких сигналов и так далее. Теперь давайте еще раз посмотрим на папочки, которые у нас в старом терминале. Значит, вот у нас наш старый терминал, то есть старая версия, не обновленная. Здесь у нас нет никакой папки «MQL4». И теперь посмотрим папочку нового терминала. Здесь мы видим уже папку «MQL4» и не видим папку, как мы видим здесь, «Experts». Здесь у нас этой папки уже нету, потому что это все находится уже внутри папки «MQL4». Теперь давайте с вами разберемся, как устанавливать наши советники и индикаторы в новый наш торговый терминал, который уже обновился до 600-го обновления. То есть Build имеет уже больше 600. Итак, закрываем папочку нашего нового терминала. Закрываем наш старый терминал, то есть он пока что нам уже не нужен. И открываем новый терминал. Теперь, чтобы установить наш любой советник, любой индикатор, нам нужно зайти в наш торговый терминал, нажать «Файл». Затем выбрать пункт меню «Открыть каталог данных». У нас открывается наша папка, где установлен торговый терминал «Metatrader 4». То есть здесь мы видим, что есть файл запуска. Но здесь нам нужна папка «MQL4». Открываем данную папку. И здесь мы уже видим, куда нам можно установить индикаторы. И можем увидеть, куда нам нужно устанавливать эксперты, наши советники. То есть открываем эту папочку «Эксперты». И уже сюда мы можем закидывать всех наших советников и экспертов. Давайте это сделаем. Значит, смотрим, что сейчас у меня советников здесь не наблюдается в моем новом торговом терминале. То есть есть два стандартных. Magdi Simple и Moving Average. Это стандартные советники, которые загружаются вместе с терминалом. Теперь же давайте установим наш советник Ultra Fibonator, к примеру. Открываем файл. Открыть каталог данных. Затем находим нашу папочку «MQL4». И находим папочку «Эксперты». Теперь я просто зайду сейчас в мой старый торговый терминал, где у меня... То есть не обновленный торговый терминал, где у меня уже есть советники. И возьму отсюда моего советника Ultra Fibonator. И возьму его, просто скопирую в мой новый торговый терминал. Вот именно по этому адресу. Итак, копируем. Вставляем. Все. Теперь мы можем закрывать данную папку. Или давайте ее просто свернем. И теперь нам нужно перезапустить наш торговый терминал. Итак, когда наш терминал перезапустился, теперь мы можем зайти в наш навигатор в терминале, да, и увидеть здесь папочку «Советники». И здесь мы уже видим наш новый советник Ultra Fibonator, то есть тот советник, который мы только-только что установили. Теперь еще раз давайте проверим, где он у нас находится. Файл, открыть каталог данных, затем папочка MQL4 и затем папочка «Experts». Итак, это мы установили советники. Так же само мы устанавливаем и наши настройки, и так же индикаторы. Значит, в этой же папке MQL4 у нас находится папка «Presets». Это куда мы устанавливаем наши настройки для нашего советника, когда мы сделали для него оптимизацию, сохранили настройки оптимальные. И сохраняем в эту папку «Presets». Также сюда мы устанавливаем индикаторы. Это если вам понадобится установить дополнительные индикаторы для вашего терминала, для вашей торговли, да. И не забывайте после того, когда вы что-нибудь сюда закидываете, вот сюда именно в эту папку MQL4, не забывайте перезапускать торговый терминал. Иначе, когда вы что-нибудь сделаете, закинете в эту папку, да, скопируете, то и не перезапустите торговый терминал, то у вас ничего не отобразится. Например, не отобразится советник. Вам нужно его перезапустить, закрыть и открыть, и тогда у вас все будет в порядке. Так, сейчас мы поговорили именно о том варианте, если у вас терминал был только что закачан у вашего брокера, то есть вы закачали новый торговый терминал, установили его, и именно таким образом вам нужно будет производить установку советников, индикаторов и настроек для советника и так далее. Теперь, что касается того, если у вас сейчас советники находятся в работе, и у вас торговый терминал обновился автоматически, то есть если он у вас обновился, ничего страшного не произойдет. Когда произойдет автоматическое обновление, ваш терминал уже станет вот в таком виде, да, появятся новые вкладочки в окошке терминал. Дальше здесь у нас появится пункт меню, очень важный, который отвечает за установку индикаторов советников, и ваши советники так и будут продолжать работать, то есть с ними ничего не произойдет. Они автоматически перекинутся, давайте снова зайдем, они автоматически перекинутся, все ваши советники вот именно в данную папочку, все ваши советники будут находиться автоматически уже вот в данной папке mql4expert, также настройки, индикаторы, все будут расфасованы уже автоматически. То есть ничего страшного с вашими именно советниками, которые находятся в работе, не произойдет, все сделается автоматически. Вам важно знать то, что если вы будете устанавливать заново какие-либо другие советники, то вам уже придется это делать именно таким образом, который я только что показал. Файл, открыть каталог, вот и здесь у нас устанавливаем все в папочку mql4. Ну что ж, это все изменения, которые, очень важные такие изменения, которые были внесены в терминал MetaTrader 4, то есть у нас появилась папка mql4 и появились новые вкладочки. Я надеюсь, что у вас не произойдет никаких проблем при установке советников и индикаторов, если вы просмотрите данное видео и проделаете все, что я здесь говорил. Итак, с вами был Владислав Гилко, и мы увидимся с вами в следующих видео уроках.